Местоименный глагол и основание рима, как он возник, легенда. Мы с вами с изучением нового лова, поэтому наше произношение по и парламу для фондационного рома. Затем мы главно перейдем к легенде о возникновении рима. Конечно же, в процессе мы будем с вами закреплять новую изучивающую лексику. В первом, всегда мы займемся с течением лексики. И я тоже буду обращать внимание на важные моменты в тени слов итальянского языка и прочие, какие вы узнаете, когда мы перейдем к пункту 2. А затем мы поговорим с вами о местоименных глаголах именно той группе, которая вот такая вот. То есть самые длинные и самые-самые сложные. И после нашего занятия мы поиграем и повторим то, что пройдем за наше сегодняшнее занятие. Все готовы начать? Все готовы, напишите мне плюсик. Почему не говорю про минус? Ну, потому что нет такого варианта. Пишем плюсик. Все пишут мне плюсик. Потому что вы готовы. Итак, сегодня, поскольку мы с вами будем говорить про историю основания Рима, у нас будет такая легенда, я предлагаю вашему вниманию вот следующую лексику. Ну, а с правой стороны у нас все те же слова, только уже на русском языке. А если не видите, я сейчас про первое слово справа в верхнем углу, я обязательно вам его озвучу. Итак, Avanti Cristo, я читаю, а мы помним, вы очень активно по ту сторону экрана повторяете, да, и пытаетесь запомнить перевод. Avanti Cristo, до нашей эры. Repetate, повторяйте, пожалуйста. Фондационы, основания, да, имеется в виду, с нет, там, начинка. Иль поэт, поэт. А тут поэт. Артикль Иль. Это артикль мужского рода. Поэта, начание, как бы начание женского рода. Но подобные слова нам нужно запоминать, запоминать, потому что это слова какого происхождения. Может, кто-нибудь знает, сейчас немножко так разбужу. Слова какого происхождения. И поэта, и подобные им. До греческого происхождения. И их на самом деле. А, типа, окончание у них А оказалось бы женский род, а артикль нам совершенно другой. Вот мужской. Итак, Григо на пароле Сейчас я вам слово прочту по-русски, а вы напишите мне его на итальянском. Это да кордо, ну что вы, вы согласны? Это да кордо, согласны на мне слово на языке. Перфейто. Можем двигаться дальше. Ора, комфорре у нас фразу, что ты узанга ле пороэ. А сейчас предлагаю составить фразочку. Это опять же, сики. Наша с вами задача составить итальянское выражение. Помогу. Слово. Оно у нас красного цвета. Последнее слово фразы. Это у нас последнее такое слово. С перелогом и заканчивается наша фраза. У вас по серединке слова расположены где-то с артиклем, где-то глагол. Эти слова пронумерованы. А это значит, что наша с вами задача будет состоять в том, что я ведь фраз, расставляя эти слова, пронумерованные в нужном порядке. А сейчас все эти слова я вам проведу и переведу. Вы в свою очередь делаете что? Вы повторяете за мной громко-громко. И вот тренируем нашу с вами память. Повторяйте за мной, да, лучше. Иль примо. Дуэ. Это у нас Иль примо. Первый. Эсере. А может кто-то мне подскажет, как переводится эсере. Такое слово на русском языке. Вот. Эсере. Это у нас глагол такой. Волк. Он переводится быть. В двери. Хорошо. Вы такие молодцы. У нас все разгадали, пока я вам тут перевожу, да, в итальянских и одиночащих. В деревне. Чинько. Иль секондо. Значит, пять. Это. В данном случае как ч. Ну, что же у нас складывается за картинка? Лучше быть первым в риме, чем вторым в риме. Как мы расставим с вами, в какой последовательности наши пифры. Это у нас сразу лучше быть. Быть. Это у нас эсере. Первым. В деревне. Ин провинча. Чем. Это у нас к. Вторым. Иль секондо. Мы, где были. Мы, которые мы хотим прочитать. А, РОМА. ТРЕ, ДУЕ, КАТРО, СЕЙ, КИНКО. ТРЕ, ДУЕ, ПРО, СЕЙ, КИНКО. Согласны мы с вами или нет, это уже другой вопрос, но такая фаза существует, и вы замечательно спролистите тем, что только что превратили этот набор слов в предложение. Я вас поздравляю. Конечно же, самым важным было, чтобы вы запомнили какие-то отдельные слова, и я абсолютно уверена, что оно у нас и получилось. И вы с легкостью назовете «primo» и «secundo». А сейчас мы будем изучать новые слова. Добавляем комбинаре ле пароле. Наша самая задача – это соединить слова «а синистра» и «адеиста» слева и справа. «А синистра» – тут целый номер. Слева каждое слово у нас пронумеровано. «А да и синистра» – «анулна пираль» – «ничью». Ну, а справа каждое слово, значит, помечено. Я сейчас скажу и правую сторону таким образом, что получились маленькие фразочки либо какие-либо какие-то сочетания слов. Я приведу вам пример. Да, зачем вообще нужно это упражнение? Затем, что далее эти слова используются, когда я буду рассказывать вам легенду основанием «рима». Я вам сейчас читаю и перевожу, а вы активно, активно повторяйте. «Инчендьё» – это у нас пожар. «Сальварси» – «спастись». «Милле» – «тысяча». Ваше внимание, «милле» – «э» – это единственное число слова «тысяча». «Одна тысяча» – «милле». «Учидере» – «убить». С правой стороны «дальта от» в данном случае будет. Вот слово «сочетание», которое мы должны будем с вами составить, говорится как «от», «даль» – «вот атака» у вас стоит. Значит, слово, которое будет следовать за «даль», должно начинаться с «глаза». «Ой, перифия» – это «адствие», «неприятность». «Пер миракуло» – «чудом». «Ла мадре» – ну, это слово понятно на всех языках «мама». Итак, после у нас «хоза» первой данной вебинары, ну, понятно, что хочется разгадать эту сложную загадку, которую я для вас приняла, но я буду вам помогать. Каким образом я назову первую фразу для вас на русском «от пожара». Вот как, соединив какое-то слово слева, какое-то слово справа, формулировать фразочку «от пожара». Пожар у нас интересный. «Инчендьо» – «uno», «инчендьо» – «от пожара». Какое же слово, или какой-то предлог, наверное, самый-самый коротенький из правой колонны, мы выберем. «А, uno», «перфейто», «даль инчендьо» – «от пожара». «Даль инчендьо» – «от пожара». «Сальвар-си», «спастись чудом». «Спастись чудом». «Сальвар-си», «а чудом» это у нас... «Сальвар-си», «спастись чудом». И вы уже начинаете догадываться, что кто-то, откуда-то с тем чудом. «Миле» – «тысяча чего». «Сальвар-си», «тысяча чего», «припятствий», 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 «сложенности», «миле» «perипятствия». «Хорошо», «тре би» у нас получается, «перфейто», «э учитере» «ла madre», «убить» «маму». «Хорошо». «Итак, «даль инчендьо» – «от пожара», «сальвар-си», «миле», «спастись чудом». «Миле», «перипятствия», «тысяча чего», «преград», «препятствий», «сложенности», «учидере» «ла madre», «убить» «маму». «Мусемо» «андар аванси». Ну что ж, мы за медведь дальше переходим к парам глаголов. «Чоно» и «верби», «ду», «синификацион», «юанки», «тре». Существует глаголы, у которых есть одно значение, у каких-то два, у некоторых три. В общем, работаем с глаголом «качары». «Качары», «аду», «синификацион». В данном случае мы рассмотрим два значения глагола «кач». «Иль приимриема», «синификационе», «двете» на фото, да, видите картинку, на ней, а котик, точнее мышка прогоняет кота. Так вот, первое, это «прогонять», «качары» о «скачары», «прогонять», Наши легенды будут использоваться «свергать», «прогонять», «свергать», «скачары», 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 «андары», «акача», «охотиться», Вы видите, как в данном случае уже охотиться за мышью. Итак, скачар, скачар, свергать, прогонять. Скачар, андар и акача, а заниматься охотой. Так, скачар, я могу использовать значение охотиться. Скачар, 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 охотиться. Или же скачар, видите, мне только плюсик, если считаете, что да, и минус, если считаете, что нет. Нет, молодец, конечно. Итак, скачар, прогонять, свергать, скачар, андар и акача, охотиться. Пой, а леваре и эдукаре. Там, виве, а ну насыщение, снификационное воспитание. Прогревает нам всю полноту значения восхарить. Воспитать, вложив какие-то знания, воспитать можно также значение вскормить, взрасти. Это воспитать значение вскормить, да, вскар. Эдукаре, значение знания. Знаниями, поделиться информацией. А привителенные какие-то манеры и прочее. Итак, а леваре, это вскармливать, взращивать, выращивать. Эдукаре, это именно, что делать, наделять новыми знаниями. Капито, все понятно. Если да, движемся с вами дальше. Знаете, то, что я сейчас вам рассказываю, потому что после того, как мы обо всех этих парочках с вами поговорим, у нас будет список, в котором вам выпадет возможность повторить и закрепить, и вам рассказывать. Вы, конечно. Итак, еще у нас два слова. По 100, вогу. Оба мы переводим как место. Ма. Но. Но разница все-таки у нас есть. Что это место? Значение помещения. В комнате достаточно места, да. А пространства здесь хватает. А это много. Для чего? Для всей мебели, которой вы были. Для того, чтобы заниматься йогой и так далее. А вот вогу местность холмистая, лесистая и так далее. Просто место внутри какого-то здания, вогу местность, конкуллины, чейтера и так далее. Но здесь, я думаю, вопросов у нас уже не возникает. Адьямо аванси. А сейчас очень важная вещь в итальянском языке про лемура. Вот посмотрите, пожалуйста, такая вот у нас пара. Единственное число справа, множественное число одного и того же слова. Но как оно себя ведет? Оно относится, это слово, целой группы существительных. С тех пор нужно определиться, какого же они рода. Поэтому они в единственном числе принимают форму мужского рода. А во множестве артиклям женского рода, множественного числа, они имеют женского рода единственного числа. Кстати, больше информации о нем существительных смотрите в уроках в первом и втором курсе Ешко-Итальянский начинающих. Итальмура – это одна стена. Артикль показывает нам, что число у нас единственное, и что это мужской род. Му-ро, он аксе, закрепляет наше понимание того, что это у нас единственное число мужского рода. А вот лему-ро стены заставляют нас уже задуматься о том, правильно ли мы все-таки поняли. Все-таки в единственном числе мужской род во множественном приобретает артикль ле – множественного числа женского рода. Знаете, например, то же самое происходит с иль джинокьо, ле джинокья – это у нас колено, колени. Фило, ле фило, нить или нити – значения, кстати, достаточно разные. Если мы говорим о ниточках, сила – это будет фили, а если ле фило – это какие-то у нас другие могут быть нити, даже в переносном значении. Но об этой группе существительных стоит говорить отдельно, важно, когда-нибудь мы этим займемся. Хотя пока запомните «Иль му-ле му-ро», потому что позже в легенде мы с вами скажем о том, что стены нового города были воздвигнуты. И мы скажем, кстати, как, если мы скажем «Стены». Решила вас окончательно достать. Разве? Систенковый, это приглашение стены. Спасибо. Ле му-ра, ле му-ра у нас сенни. Хорошо. Andiamo avanti. Это замечательно. Ну что ж, как я prometла, в финале этой структуре мы контролируем, что вы научили. Итак, в конце данного пункта, как я вам обещала, мы проверяем, что же вы запомнили. Каков же правильный перевод. Vi leggo tutte le parole in italiano и tradуco in русo. Я уже вам переводила. Репетите, пожалуйста, повторяйте за мной. Итак, это у нас было что? Скачать. Пронять. Перфекто. Качаре. Качаре это у нас охотица. Качаре. Чи охотиться, а скачаре мы ведем как правильный. Би. Алеваре. Скармливать. А. Скармливать. А. Скармливать. Алеван. Чи. 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 Ну что ж, мы вторили, хорошо, пойдем авантин. Послушайте, пожалуйста, легенду обоснований Рима. Периодически я буду делать остановки с целью объяснить вам некоторые нюансы чтения и произношения итальянского языка. Был тщательный день рядом с рекой Тибр в городе Альба-Лон. Очень древний город, там живу нет. Обращаю ваше внимание, в слове bellissimo у нас двойная элле двойная эссе. Как двойное, чтобы вы не звучали bellissimo или что-нибудь в этом роде. И если вы произнесете это слово правильно, конечно конечно же, найти первые языка итальянцы отценили как bellissimo. Потренировались, сконцентрировались, но bellissimo. Да? Вот это наше слово bellissimo. Ну и раздействие немножко в слове giorno по правилам чтения G перед. И читается как G. Да? Прочитать его как G, там не хватает еще одной буквы, которую вы вставите между G и между N. Итак, однажды на берегу Альба-Лон, на береге Китии, кстати, это третья река под Дене в Италии. Она впадает в Терренское море. Ну и кто тренерал… Ну… Ну дальше взял вwwDD… Или рендик… Как раз там царь… На митор. Да? Или король. Вова Джентиля, эвэва, у. Анов, этот самый король, на митор, он был очень обходите И вот этот Амулий, брат Нумитора, тоже хотел стать корон. Итак, у нас тут... ...для вас, чтобы вы потренировались очень активно. Буоно. Хороший, добрый. Буоно. Не Буоно, да? Транируйся. Так очень активно. Джентиле, джи. Да? Джентиле. Поактивнее на джи работаем, да? Не джентиле, никакое джи. Джилка. Вы признаете джилка? Вот так же по-итальянски джи. Джентиле. Адем авантий. Да? Пойдем с вами вперед. Напомню, у Нумитора стоял Амулий. Нумитор стоял у власти, Амулий стоял стать королем. Сверху царя. Что, собственно, он делает. Амулио аскачато даль трону и львей де альба лонга. Итак, амулио свергну с трона своего брата, настоящего короля лонга. Аскачато, да? Напоминаю по правилам чтения, что мы не считаем с вами букву АК, да? Знаете, из английского как H или кто-то произносит все как H, да? Аскачато до пячи, у нас двойная, то, что вы называете, если мы говорим о витаминах СС, если кто-то плохо учил итальянский алфавит, то СС, на самом деле, чичи по-итальянски. А то джи даль трону со фрателло. Амулио свергает своего брата, нумитора, строна. Игля какая-нибудь. На самом деле, ги-э-э-ле мы читаем, как такой сложный лев. Ла филля, и филля, да, дочь, сын и петье. Ла филля динумитора, а в романо эре-э-э-мо. Получается. Дочь нумитора, да, имена, ну или у дочи нумитора был тень. Ромул, бедный брат, который жаждал власти. Амулио, аучизо, а дэ, амулио убил мать вашей, да, то есть дочь нумитора. Ага. 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 малышей, и они их именно выкормили, выкрастили этих близнецов. «Анно аллевато», опять же «аллевато», «пя ле», обращаю ваше внимание, «двойная ле», вот и произносим ее как двойную, «аллевато», «аллевато», и очень четко каждую гласную в итальянском языке недопустимо терять качество звука в безударной позиции, то есть вы обязаны, если это «аллевато», то это «аллевато», а не что-то там, как мы допускаем в русском, «весна» или что-нибудь еще. «Капито», понятно? Значит, пастух со своей женой нашли этих малышей, и Рэма, да, внуков царя Нумитора. «Андо», «Рэна», «Жагра», уже были, да, «Солон», «дивентати дуэфорти качатори», стали двумя сильными, да, мы там слово с вами проходили, качатори, опять же, до пиачи, читатова, ч, качатори, «Анна», «Виндикаторла», «Мадре эль нон», не значит, что они отомстили кому, маме и дедушке, а значит, что они отомстили за Аму и за дедушку, а вот они Аму убил, да. «Поэ, hanno lasciato, как они ушли из города Альбомарка, вот это, что основать другой город, требовательная цитата нова, построire ле мура, и чтобы построить стене ле мура нового города». Санно факто тут такое, что они все это сделали, строили город и навыкнували, но когда они имя придумывали на город, то они очень сильно поссорились, потому что Сакай не хотел свое собственное имя. «Си соно литигати». «Литигати». «Литигати». Глазно «и у нас». «Хорошо, потребуйтесь произнести, чтобы не исказить слово». «Кера пью форте», да, «Ромоло» оказался более сильным, причем «аучито Ремо» и «отдато Аллача» и «номи» и «Рома». «Ромоло» убил «Рем», да, «Рому», да, и «Рем» по-русски. «Ромоло» убил «Ремо» и дал городу имя «Рим». А чтобы вас не было путаница, по-итальянски «Рим», если знаете, это «Рома», «Ромоло», он взял, сократил свое имя, получилось «Рома», да, убил брата и дал городу свое имя «Рим». Да, по-итальянски «Рома». Вот такая вот специальная история. Но, тем не менее, благодаря этой истории существует сегодня город Рим, как и всем очень любим, и наши и итальянцы в том числе. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами завершили рассказ легенды, мы потренировались с вами про изучение. Я обратила ваше внимание на то, что необходимо тщательно произношение, двойное значение, двойное согласие. Главное говорить. Ну а сейчас… «Ла коза мульту импотанте дэлла селёджи». А сейчас самая важная вещь в нашем с вами занятии и… «Каварсела» и «Альтри вербы» «Прономинали» – это глагол, который у нас ставит местоименный глагол. «Перкээль вербу си кяма «Прономинале». Почему у нас глагол называется «Прономинале»? Потому что… «Эльбокусто» – «Вербо» «Пью» «Пью» – «Прономе». Потому что глагол систью «Анфинитива глагол», а затем идёт у нас местоименная частичка и затем местоимение. Поэтому глагол называется «Местоименный». Далее мы будем стригать эти глаголы в двух временах в настоящем и в сложном прошедшем. Я это нахожу наиболее важным для начального урагования. А сейчас мы с вами посмотрим на значения. Кстати, больше информации о местоименных глаголах вы можете и в 10-м уроке соедшего итальянского языка для начинающих. Но там будет материал касательно другой разновидности местоименных глаголов. Итак, «Каварсела» у каждого глагола есть какое-то своё значение. Так. Угу. А я могу выключить изображение сейчас, а не пугайтесь, я на какое-то время у вас… Ну что, так стало лучше? Хорошо. Тогда немножко отдохнёте от меня. Итак, «Каварсела», «Парчела», «Аверчела». У нас три глагола на данной страничке. Будут ещё. «Каварсела» означает «Преушире асупераре уна ситуациона» это преодолеть, преодолеть какую-то ситуацию, как правило, сложную. Преодолеть какую-то ситуацию, как правило, сложную. Это «Каварсела». «Парчела» – это у нас уже «Риушире афаре колькоза». Вам удаётся что-то сделать. «Парчела афаре колькоза». Когда вам удаётся что-то сделать, да? Вы умудряетесь что-то сделать, умудритесь что-то сделать. Это «Парчела». «Аверчела афаре колькозу афаре колькозу афаре колькозу афаре колькозу». Он вам что-то сделал, и у вас к нему какая-то неприязнь. Вот тогда можно использовать глагол «аверчела», потому что он переводится «быть против кого-то», «быть рассерженным на кого-то». Итак, «Каварсела» – это преодолеть какую-то сложную ситуацию. «Фарчела» – это умудриться что-то сделать. «Аверчела» – это быть настроен негативно в отношении кого-то. «Или быть озлобленным на кого-то». «Сентірсела» и «прендерсела». Есть у нас ещё «сентірсела» и «прендерсела». «Сентірсела» – «аверя корачо» – «ди фаре колькоза». «Иметь смелость что-то сделать» – это «сентірсела», «прендерсела», «офендерси», «аррабярси». А вот это уже «обидеться», «разозвиться», «прендерсела». А я специально написала вам части глагола раздельно. Это же один глагол «сентірсела», «прендерсела» на письме. Вы всё это будете писать слитно. Но в данном случае я написала для вас раздельно, чтобы вы обратили внимание на определённые части, из которых состоят вот эти глаголы. «Ора». «Парьямо дель вербо «каварсела». «Квале» – «лаконфиграционе дель вербо». «Презенте» и «пассату просим». Итак, для начала посмотрите, пожалуйста, на сам глагол «каварсела». А «каваре», если мы берём его отдельно, переводится как «что-то получать», что-то из кого-то, возможно, выбивать, доставать. Да, вот такое у него интересное значение. «Се» – это у нас «particella» прономиналь, частичка такая. «Ла» – это местоимение. Почему «се»? «Се» вообще – это «си». Только по правилу, когда после «си» стоит что-то ещё, то есть когда у вас не «каварси», к примеру, а «каварсела», то «си» меняется на «се». То есть когда «си» является нефинальной, тогда, а за ней что-то ещё следует в форме глагола, к примеру, вот как в данном случае «ла», «каварсела», в таком случае «и» меняется на «э», такая капризная частичка. Но изменять мы её будем точно так же, как изменяли бы «си», да, «ми», «пи», «чи», «ви» у вас было бы, да, и «си», потом вы бы ставили третье, это единственное число, и третье, это множественное число. А в данном случае всё то же самое, только на конце будет стоять «э». Да. «Ла» остаётся без изменения. И один очень важный нюанс. «Партичипио пассату», да, при части прошедшего времени, с помощью которого мы будем образовывать пассату «проссимо», в конце тоже будет нести букву «а». Неважно, у вас всегда будет «кавата», «кавата», «кавата». Если вы посмотрите на правый столбик, последнее слово. Вне зависимости от того, мужской род, женский род, единственное число, множественное число, это всегда будет «кавата», 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 «кавата». Возможно, возник вопрос, поскольку два гласных, если бы вот эта форма сэ, ла, эй, кава, та, если бы я написала а, да, две гласных получились бы на стыке, мы одну сокращаем с помощью апострофы, далее у нас идет э, глагол, преимущество единственного числа, форма эйсере, да, и далее кава, та, че ла сямо кава, та, ве ла сетей кава, та, сэ ла соно кава, та. А вот это вот мэй, сэ, сэ, че, ве, сэ, это у нас так изменяется наша частичка сэ. В презенте все же стоит проще, отместим, стоит наша частичка си, которая в данном случае превратилась в сэ, поскольку за ней следовало ла, и мэй, сэ, сэ, че, ве, сэ, затем ла без изменения, и далее глагол кава, как мы бы его спрягали, если бы он был отдельно. Каво, кави, кава, кавямо, кавате и каванно. Мэ ла каво, те ла кави, сэ ла кава, че ла кавямо, те ла кавате, сэ ла каванно. И, пасто проще, мэ ла соно кавата, те ла сэй кавата, сэ лэй кавата, че ла сямо кавата, ве ла сетей кавата, сэ ла соно кавата. Возник ли у вас вопрос, почему мы используем в данном случае вспомогательный в посадку просиму «эй, сэре», «соуну, сэй, эй, сяму, сьете, сону», объясню. Потому что глаголы, со ста которых входит «сэ», вот эти местоименные глаголы, со ста которых входит частичка «с», переделанная «сэ», спрягаются «эссэре». Мы знаем, это правило у нас работает для возвратных глаголов, да, и в данном случае, пожалуйста, например, там «этинарси», «лаварси» и так далее. И в данном случае тоже частичка «с» берет свое и требует глагола «эссэра». Ну что ж, информации много, закрепим ее. Наша с вами задача сейчас – «инсерире» уна лейтсера джуста. Все, чего я хочу сейчас вместо вопросительных знаков, первую, вместо вопросительных знаков увидеть правильную букву. Итак, первая форма у нас «la cavo». Что у нас там должно быть на месте вопросительного знака? Мы изменяем с вами частичку «с». Перфекто, все это величисимые. «Мэ», «Мэ», «Ла», «Каво». Хорошо. Далее у нас «сэ», «ла», смотрим тот же столбик, вопросительный знак. Как бы мы спрягали «каваре», «каво», «кави». Хорошо, «сэ, ла, кава», «перфейто», «э, допо». Ну а затем у нас, что у нас пропущено? «Чэ, ла, кавямо», «перфейто», «молодцы», «хорошо». Второй столбик, смотрим предпоследнюю форму. «Вэ, ла, сь, е, те». Что туда нужно поставить? «Кава, та», «замечательно», «молодцы». Хорошо, вы запомнили, что в этих глаголах «participio pastato», «при часе для прошедшего времени», «кава, та», остается всегда звук «а». Замечательно, «молодцы». Мне очень-очень приятно, что вам достаточно просто, легко, а это именно так, если сейчас еще не ощущаете легкости, то в ближайшем будущем вам будет действительно просто, когда набьете руку, потому что эти глаголы используются достаточно часа. Потом у нас будет упражнение, вам нужно будет определиться со значением и выбрать нужный глагол. А пока мы отрабатываем форму. «Антямо аванчи». «Парчела». Тут уже глагол другой. «Квейстой, вербокомпоустой», «мальдербо», «партитой, апронониналей». «Парчела». «Парчела». Здесь тоже частичка не «си», да, там была «сэ», а «чи». В данном случае «чэ». Опять же, почему? Потому что она не финальная в слове «фарчела», а за ней следует «ла». Поэтому «чэ» превратилась в «чэ». «Чэ», в отличие от «сэ», будет оставаться везде неизменной. «Ла» также оставляем неизменной, а глагол «сам», как если бы он был без частичек «чэ» и «ла», мы будем спрягать. «Парчела». У нас приводится как «преодолеть какую-то ситуацию», «справиться с чем-то». Итак, и получаем «чэлафа», «чо», «чэлафа», «чэлафа», «чэлафачамо», «чэлафате», «чэлафанно». Это у нас в «презенте». Это же у нас «пасато просимо», прошедшее сложное время. Обращаю ваше внимание, здесь вспомогательный глагол, в отличие от глагола «каварсела», где это было «эсэре», здесь уже «авэре». Почему? А потому что, согласно правилах, в которых входит в частичка «чэ», используется вспомогательный «авэре». Да и плюс, сам глагол «фары» используется в вспомогательном «авэре», поэтому никакого парадокса здесь нет, просто вам важно внимание. Частие «а» мы уже записывать целиком не будем, а будем везде сокращать, изменяя «а» на апострофу, и затем у нас глагол «авэре» в нужной форме, и читать не будем «чело пасто», «чело пасто», «чело пасто», «чело пасто», «чело дамо пасто», «чело вете пасто», «чело анно пасто». Также обращаю ваше внимание, что, как и в предыдущем примере, финальное глагол «партечипио пасато» сохраняется, «чело пасто», «чело пасто», «чело пасто», «чело», 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 Так, это я справляюсь с чем-то, затем у нас челафа и ты справляешься с чем-то, челафа он, она справляется с чем-то, либо вежливо, да, на лей, челафачаму, это мы справляемся, челафатеры, ну и челафану, они. Хорошо, ну и во втором столбике, по сату просим, мы закрепляем тот факт, что партишипио по сату фаста, сохраняясь в конце гласную, скривейте мне, напишите мне гласную, а, перфейсто, грасси, андам аванси. Молодцы, очень здорово. Лидзем пиконе верби каварсала и фарчала, супер мэй, вот что я вам пообещала. Пример из каварсала и фарчала, да, итак, что у нас? Марко всегда учится много. И поэтому на экзамене ему всегда удается все, да, он совсем справляется, либо справится. Что же мы здесь используем? Какой вариант? Если мы про экзамен, который нам предстоит, мы хотим сказать, что... Поэтому Марко обязательно справится, преодолеет, все у него получится. Экзамен вещь сложная, но Марко настолько много всегда учится, что поэтому на экзамене он всегда совсем справляется, все преодолевает, либо обязательно преодолеет. Я бы хотела пойти побегать на пробежку, да, но я очень сильно устала, и с этим мне уже не справиться, да, не справлюсь я уже с этим, да, ну не смогу. Нон, обратите внимание, для вас выделила, ставим в начало, а форма сохраняется. Мы не разбиваем форму, че, ла, ха, чо, нон, ставим в начало. А я могу аванчи. Что это у нас? Быть против кого-то настроенным, да. Итак, presente, passato prossimo. У нас farce la, это, дорогие друзья, абсолютно тот же самый пример, что у нас было с farce la, да, то есть схема одно и та же образование времени. Опять же, обращаю ваше внимание, что la, мы сокращаем, используя апостроф, и читаем. Чело, чела и чела, чела бьямо, чела бьямо, чела бьямо, чела бьямо, чела бьямо, чела бьямо. Да, форма глагола avere, как если бы он стоял один частичка, че у нас не изменяется, мы ее сохраняем. Passato prossimo. Как использовали бы с avere, глагол avere, также используем здесь. Participio passato avuta всегда на конце сохраняет букву а, да. И мы имеем, что? Чело авута, чела авута, чела авута, чела бьямо 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 авута. Да, вот такая интересная форма. Sentirse la, да, как это, иметь возможность что-либо сделать, да, то есть по своим ощущениям смотреть, да. Sentirse la, образ su kovarsela. Да, у нас получается. Глагол эстерес, да. Опять же, metese chvete, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, везде без изменений. Глагол эстерес помогательный, почему? Потому что sentir se la содержит se частичку, да. И партическую пассату в конце сохраняет опять-таки же а, senti, ta, везде в конце а. Неважно, какого рода, да, у нас подлежащий. Мужчинского либо женского всегда. Ну что ж, теперь закрепим, посмотрим с значением. Ги земпи, кони верби, sentir-села и вер-села. Лина, нон ми парла-пиу, фор-сэ. Первом примере, закрите слово, это мэ. Как бы, кон мэ, со мной, чела, кон мэ. Кон мэ. Лина, нон ми парла-пиу, фор-сэ, чела, кон мэ. О, фор-сэ, ном мэ, ла-сэнто, дигударэ, ла-макхина. Молодцы, вы очень шустры, я уже вижу. А, нет, я еще не вижу. Но вы все равно молодцы. Uno, а, перфейто. Фор-сэ, чела, кон мэ. Возможно, да, раз она обидела, раз она со мной не разговаривает, это самая Лина, то наверняка она на меня за что-то отдуется, да, обижается на меня. Ой, о, ла-патенте, дигуида. Задала вам задачку. Ла-патенте, да, найдите два слова в одном. Ла-патенте, дигуида. Родительские права у меня есть. Ма, ну, очевидно, что нам остается ды. Но мэ-ла-сэнто, дигуидарэ, ла-макхина. Да, но, ну, не могу я водить машину, не хочется мне ее водить по каким-то причинам, да, не чувствую я, наверное, желания, уверенности и прочее. Но мэ-ла-сэнто, дигуидарэ, ла-макхина. Либо по каким-то причинам, понятным только мне, ну, как-то вот не складывается, но с рождением машины не хочу. Капито. На этом этапе понятно? Сэ-си скрывайте меня на цене позитива. И сюда напишите мне плюсик. Си, гра-си. Э-пре-эндерсэ-ла. Еще у нас один. Пре-эндерсэ-ла глагол на сегодня. Кавар-сэ-ла, прей-ндерсэ-ла, сэн-тирсэ-ла. Все одна и та же группа по форме. Итак, опять-таки же. Прей-ндерэ плюс сэ плюс ла. Сэ это то же самое, что си, только на конце стоит э, потому что дальше следует ла. Мы изменяем сэ, как изменяли бы си, только в конце буква э. Мэ-сэ-сэ, чэ-вэ-сэ. Запомнили? Далее ла остается без изменения. И глагол прей-ндерэ. Спригаем, как спригали бы, будто надельно. Прень-до, прен-ди, прен-де. Прендямо, прендете. Пренду-но. И по сату-проссиму опять же, точно такая же схема, поскольку в составе глагола есть сэ. Успомогательными используется глагол эй-сэ-ра. Соно-сэй эй, сѕ сьэці, соно. Нашли его, зафиксировали. А партичепио пасату, причастие прошедшего времени, прейза, сохраняясь в конце опять-таки же гласную А. Прейза, 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 везде у вас будет прейза, вне зависимости от рода и числа. Таково у нас правило с этим глаголом. О, прейзерба, и так грустная, надутая девочка. Закрывает вам предполагаемое мое изображение слово. Там слово прейза, вот как раз-таки вот это вот последнее частичко. Лука, мне дейто, что я не приняты наружности, да? И я обиделась, вот обидеться одно из значений, да? Обиделась на него с душой, что я не приняты наружности. И я не приняты наружности, да? Никогда не приняты наружности. Из-за мальчиков. Ну что ж. Объяву парату в вербе пронуминали. Мы с вами затронули пять местоименных глаголов. Да, достаточно сложных по своей форме, но как вы уже увидели, если у вас есть четкая схема спряжения и понимание того, что изменяется, а что нет, в том случае вам намного проще. Но и сейчас. Что мы с вами поиграем и послушаем. Так вот, наша с вами игра заключается в том, что нам предстоит сейчас соотнести нам нужно отнести слова на итальянском и на русском, они у нас на одном, одного и того же света. Это я бегу за чем-либо. Недостижимый. Репетайте тут такие пароли. Сейчас повторите, пожалуйста, все-все-все эти слова. Ирранджунджибили. Ирранджунджибили. Самое интересное слово, слово дня для вас, дорогие друзья, недостижимый. Но пусть это будет не про вас, просто оно по звучанию интересное. Ирранджунджибили. Ирранджунджибили. Хорошенечко произнесли. Играем, дорогие друзья. Ио. Ведико на пароле инруссо. Эвой мера скривейте инитальяно. Сейчас я вам слово на русском языке, а вы мне его на итальянском. Повторюсь, цвет русского соответствует цвету итальянского варианта. Я вот бегу за чем-либо. Верде. Колор верде. Бегу за чем-либо. Зеленым цветом. Вы мне напишите. Что у нас такое тряпка? Тряпка. Оранжевый такой цвет. Здравствуйте. Возможно, у вас возникают вопросы. Какое отношение тряпка имеет вообще к сегодняшнему вебинару? Скорее вы поймете. Пой. СПРОФОНДАРЕ. Какой ты tradуешь спрофондаре в русском? Как он на русском спрофондаре? Ты не можешь сказать? cercайте di trovare il colore giusto найдите правильный цвет а он совпадает с итальянским вариантом да, рушите ли рушите, да спрофондай, спинта толчок, да lottare come si traduce lottare lottare мы переведем бороться я понимаю вы уже подустали но сейчас, скоро, скоро будет что называется развлечение рейта, прямая линия тут закрывает мое изображение рейта, прямая линия итак, ора рекордация тут такой степарол попробуйте запомнить некоторые из этих слов потому что сейчас мы послушаем с вами песню и в ней вы услышите и увидите, потому что она будет с субтитрами нестременные глаголы либо нестременный глагол тут уже зависит от нашей сами внимательности ну что ж, по окончании прослушивания пожалуйста, постарайтесь запомнить какой глагол вы услышали и увидели ну что ж, по окончании 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 iz ну что ж, по окончании ну что ж, по окончании ну что ж, по окончании выavatались на экзамен Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!